Строевая подготовка, сборка, разборка оружия, состязания на выносливость и сноровку. В Щелкове в молодежном центре «Навигатор» прошли межмуниципальные соревнования «Девушки в погонах». 140 участниц, 20 команд региона приехали на соревнования, чтобы продемонстрировать свои навыки, знания и подготовку. Но не только физическими качествами могли похвастаться участницы. Они также блистали своими знаниями в области истории, умением оказывать первую медицинскую помощь, облачаться в костюм химзащиты и приготовить еду. Приготовили мы салат гвардейский. Мы его так назвали, потому что тут больше всего выделяется красный цвет, красный перец, а так как у нас красная армия, мы решили его так назвать. На этапе сборки и разборки автомата Калашникова большинство представителей слабого пола дали фору парня. Собрали и разобрали оружие за считанные секунды. Организаторы отмечают, что подобные соревнования способствуют воспитанию патриотизма, развитию навыков, необходимых для службы в армии и формированию активной гражданской позиции у молодежи. Видно, что все участники готовились. Соревнования проходят, как всегда, на высоком уровне. Неплохо, чтобы молодежь занималась больше тактикой. Тактика, вот медицина здесь, я смотрю, это нужная вещь. По результатам соревнований победу одержала команда «Каскад» и «Щелково». Второе место разделили команды «Факел» школы номер 19 имени Ильина и «Прометей» и «Щелковского лицея номер 7». Третья команда «Державы» школы номер 6 городского округа «Балашихи» Кобальт и Русичи-Щелково. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.